Перевооружение Пакистана – собственные силы и зависимость от импорта. Пакистан сумел построить достаточно мощную армию, способную бороться со всеми предполагаемыми противниками. Такое строительство осуществлялось за счет модернизации своей оборонной промышленности и активнейшего сотрудничества с зарубежными странами. В результате Исламабад получил хорошо оснащенные вооруженные силы, которые, однако, чрезмерно зависят от зарубежных поставщиков. Своими силами. Оборонная промышленность Пакистана имеет определенный потенциал и дает ему заметные преимущества перед другими странами региона. Однако в этом отношении Пакистан пока не может сравниться со своим главным другом в лице Китая или Индии и основным конкурентом. При этом недостаток необходимых технологий или отставания в разных сферах компенсируется за счет сотрудничества с более развитыми странами. Опталь Халит – продукт сотрудничества с Китаем. В Пакистанский оборонный комплекс входит около десятка крупных организаций, в состав которых включены прочие предприятия разного назначения. Научно-исследовательские и производственные организации сведены в комплексы с разделением по отрасли. Так, организация «Пакистан Аэронатикал Комплекс» занимается разработкой и производством авиационной техники. «Амперсанд» является основным строителем техники для флота, а «Спейс and Upper Atmosphere Research Commission» развивает космическое направление. Ввиду ограниченных ресурсов Пакистан не может одновременно и полноценно развивать все необходимые направления. Особое внимание уделяется разработке и производству ракетно-ядерных систем стратегического и тактического назначения. Также получены примечательные результаты в области беспилотных летательных аппаратов. Менее активно идет создание новых систем пехотного вооружения, бронетехники и так далее. Во всех основных направлениях имеет место сотрудничество с более развитыми зарубежными государствами. Помимо простой закупки готовых образцов осуществляется совместное производство. Также некоторые образцы оружия и техники выпускаются по лицензии. Собственное производство Пакистанские сухопутные войска имеют достаточный потенциал, но доля изделий собственного производства в них невысока. К примеру, в сфере стрелкового оружия и легких пехотных артиллерийских систем к собственным разработкам Пакистана можно отнести только несколько типов ручных гранат, пакистанские баллистические ракеты разных типов. Самым массовым танком Пакистана является машина «Аль-Зарар» китайский средний танк тип 59, модернизированный совместными усилиями двух стран. Также результатом сотрудничества является «Опталь-Халид». Своими силами Пакистан по лицензии производил БТР М-113, американской разработки и разные машины на его базе. Ракетные войска и артиллерия преимущественно укомплектованы системами китайского и американского производства. Исключение РСЗО КРЛ-122, созданное на основе северокорейской копии советской БМ-21. В сфере зенитных вооружений используются только импортные артиллерийские системы. Ракетные комплексы преимущественно зарубежные, но имеется собственный ПЗРК «АНЗА», созданный в сотрудничестве с КНР. Китайско-пакистанское взаимодействие также привело к созданию ПТРК «Бактар-Шикан» и «БАРК», пригодных для использования на разных носителях. Армейская авиация Пакистана располагает несколькими типами БПЛ разных классов. Большая часть такой техники создана самостоятельно или с китайской помощью. Техника этого класса имеется и у ВВС. БПЛ разных типов пока используется только для разведки, но в дальнейшем возможно появление ударных систем. В 2008 году на предприятиях ПАК была развернута сборка истребителей-бомбардировщиков «JF-17» китайской разработки. На данный момент это единственный боевой самолет, выпускаемый в Пакистане. Прочая техника этого класса имеет зарубежное происхождение. Результатом сотрудничества с Швецией стал учебно-тренировочный самолет ПАК МФИ-17. Командно-штабная машина САКП на базе лицензионного БТР М-113. Исламабад уделяет большое внимание развитию военно-морских сил. В прошлом десятилетии ВМС получили три подлодки французского проекта Агаста-90Б. Головной корабль полностью построили во Франции, а два других собирались в Пакистане. Вместе с ними служат две Депл типа Агаста-70, построенные Францией. На основе китайского проекта фрегата тип 053Х3 для Пакистана был создан корабль F-22П «Зульфикар». Три таких фрегата построила КНР, еще один собрали в Карачи. Пятый и шестой корабли пока находятся на разных стадиях строительства. Результатом схожего сотрудничества стали три ракетных катера типа Азмат, тип 0-3 «Семии». В сотрудничестве с зарубежными странами и самостоятельно Пакистан построил менее десятка малых артиллерийских и ракетных кораблей и катеров. Стратегическая важность Не без зарубежной помощи Пакистан смог создать несколько собственных линейок баллистических и крылатых ракеты, ныне используемых в качестве стратегического вооружения. К настоящему времени, по разным данным, пакистанская промышленность накопила необходимый опыт и может самостоятельно развивать это направление. На вооружении ядерных сил состоят баллистические ракеты малой и средней дальности семейств «Хатф», «Гаури», «Шахин» и т.д. В стационарном и мобильном исполнении. Наиболее совершенные образцы имеют дальность стрельбы до 2500-2070 годов КМ, БРСД «Шахин-3», позволяющую решать стратегические задачи в рамках своего региона, Деплхамза-ПР, Агаста-90Б, собранная в Пакистане. Другой сферой, которой уделяется особое внимание, являются ядерные вооружения. На данный момент, по разным данным и оценкам, в арсеналах Пакистана имеется порядка 150 ядерных боезарядов мощностью не более 50-100 КТ. Такие боевые блоки могут использоваться с разными носителями, с баллистическими и крылатыми ракетами, а также боевыми самолетами. Своё и чужое. Как видим, в сфере материальной части пакистанских вооруженных сил наблюдается интересная тенденция. Стратегические вооружения разрабатываются и выпускаются самостоятельно, хотя и создавались с помощью зарубежных коллег. В прочих областях Пакистан старается развивать собственное производство, но одновременно полагается на международное сотрудничество и закупки. Причины такого подхода очевидны. Пакистанская оборонная промышленность пока не в состоянии выпускать всю требуемую продукцию с нужным качеством и в желаемых количествах. Из-за этого собственные усилия приходится сосредотачивать на наиболее важных направлениях, а прочее развивать в рамках международного сотрудничества. Одним из результатов такого подхода к перевооружению является отсутствие баланса между разными родами войск. Стратегические ядерные силы Пакистана и их вооружение выглядят весьма развитыми и мощными на фоне других стран региона. Одновременно с этим наблюдается отставание в других направлениях. К примеру, по численности и вооружению сухопутных войск Пакистан заметно уступает Индии. Головной фрегат типа «Зульфикар». Корабль был построен в КНР. Впрочем, и в таких условиях Исламабад может сохранять выгодное для себя положение дел. В этом ему помогают два основных фактора. Первый давнее плодотворное военное и политическое сотрудничество с Пекином. Пакистанская армия уже давно пользуется плодами такого сотрудничества, а в условиях реального вооруженного конфликта с третьей страной сможет рассчитывать на новую помощь. Второй фактор – особая оборонная доктрина, предусматривающая ведущую роль ядерных вооружений. Пакистан оставляет за собой право первым применять такое оружие в случае военных, политических или экономических угроз со стороны других стран. Ядерная угроза и готовность ее реализации является хорошим сдерживающим фактором, компенсирующим отставание в обычных вооружениях. Дальнейшее развитие Пакистан намерен и дальше развивать свою оборонную промышленность, не разрывая связи с зарубежными поставщиками. Стоит ожидать, что приоритетные проекты, как и сейчас, будут создаваться самостоятельно, хотя и не без помощи из зарубежа в тех областях, где она возможна. Также продолжатся закупки за рубежом и совместное производство на тех или иных условиях. Сейчас Пакистан сотрудничает с несколькими зарубежными странами, но основной поток продукции военного назначения и лицензии на производство идут из Китая. Пекин заинтересован в заработке на продукции своей оборонной промышленности, а также решает задачи политического характера. Пакистан рассматривается в качестве хорошего союзника в противостоянии с Индией. За счет производства, совместной разработки и закупок, осуществляемых по таким принципам, армия Пакистана будет постепенно обновлять парк вооружения и техники, осваивая новые образцы. Результатом этого станет рост боеспособности, что позволит Исламабаду эффективнее решать задачи сдерживания и реализации своих интересов в регионе. Таким образом, не стоит ожидать, что в обозримом будущем подходы к модернизации пакистанской армии серьезно изменятся. Пакистан все еще не в состоянии в полной мере выполнять все свои планы, но при этом может рассчитывать на помощь КНР и контракты с другими странами. Это означает, что зависимость от импорта в будущем сохранится, однако Исламабад попытается получить от нее максимальную военную и политическую выгоду.